Мы пришли на Вятское городище, да? Погода, как обычно, а-ля слякоть. Пойдём, куда веди меня? Погодник. Что-то не знаю. Один из центральных холлов города. Окей. Вот это что такое? Типа идолы. Типа идолы. И что с этими типа идолами делают? Просто поставили. Это просто брёвно. Да. Это идолы. Просто брёвно. Это идолы. Идолы. Хорошо. Погода, а-ля дождь слякоть. Второй день и второй день дождь. Это полютка. Полют? Вот вторая мера. Видишь, там приступает. Высокий. Кстати, прикольно. Ладно отсюда не упасть. Дождь. Ну, кстати, с Гореморской кистью. Миленько. А у вас здесь вот это место хотя бы с ключей сделали? Нет. Тоже есть миленько. Угу. Здесь детская. Мило. Вот это вообще красотища его. Но... Куда-куда там Троицкая? Вот там Троицкая, да? Да, вот там, где башенки. Там, вот, видишь, новая и старая. Угу. Между ними будет такой проход. Получается, где-то высокий метр. Может, 10. И... Ну, это как бы планы, но... Это должно быть так, но... Но это не точно. Лет через 10, да? Лет через 20. Какая красотища. Но, зараза, холодно и сыро. Вау. Смотрите, здесь надо диво. Надо смотреть. А вот там что такое? Вот это, в середине. Перевозим. А вот туда мы рыбачи, да? Ходите, вот туда. Да. Разберяется. Попробуем, знаешь, поешь? Что? Баба, баба! Вот. Мы Чеда не с бабушкой гуляем. Мы сейчас в библиотеку сойдем, не нахрен не взять. Я с тобой обязательно с твоей мать я покажу Чеда на с высоты. Бабусь, скажи привет. Привет, Солмузка, привет. Да, погода не радует. У нас уже третий день подряд. Вот очень темная. Осень. Сейчас покажу вам. Вот эту? Да, вот этот мирмар, когда строился, он старый, старинный, старинный. Ему примерно сколько лет? Вот эта тоже старинная. Вот эта синяя, да? Раньше какая-то не галавка. Здесь трактира. Сейчас тоже трактир. Тоже? А это новое построили в прошлом году, в позапрошлом построили. А, да, кстати, вот это я еще не видела. Вот именно новое здание построили. А вот там, там 100 мелочей, по-моему, было вот это. Там вот, там, смотри, там у Виталика нашего, он отдал астролога, раз был, старый, дядя Петерман, там вот, в виде желтенькая. Желтенькая? А, все, вижу. И он отдал сейчас в аренду, получает деньги за это. Ммм, тут принимательская действенность. Да, он сделал здание, да, он это сделал, да. Вот, да, в аренду. Я вот у вас в пятом классе, нет, в четвертом поезжала, как раз в пятом нам было дневник чтения. Я вот 100 мелочей купила тетрадь в 80 листов, классную. И я все еще... А, где народные помыслы? Народные помыслы? Там всякие эти поделки, ну, поделки старинные. И вот, кстати, я все еще дневник чтения в этой тетради веду. Она у меня уже 4 года подряд. Это тоже старинное здание, очень старинное. Ну, видно в памятнике. Сейчас мы прочитаем, что это было. Памятник архиатуры. Сейчас. Усадьба купца Протолтопова. Вот она. Лужи, голуби, все как надо. Это тоже старинное здание, но мне кажется, здесь не было аптека. Ну, сейчас прочитаем, что тут написано. А, у вас получается на всех старинных зданиях, да? Памятник архиатуры, усадьба купца Протолтопова. Тоже. Так, пойдем, переходим. Так. Мило. А ее что, перенесли? Она же, по-моему, раньше там находилась. Вот там. Она же, по-моему, раньше вот там находилась. Стоять, давай, тихонечко. Нет? Вот. Есть памятник тоже архитектуры. Усадьба купца Черных. Да. Охраняется законом у нас. Все есть для охраняйца. Это получается у вас? Это охраняется, но все уже сделано. Ну, как, в принципе, обычно. Да. Мы как бы охраняем, но это для виду. Да. У вас, получается, на каждом архитектурном здании, которое со временем связано, у вас есть такие таблички, да? Вот тут была раньше большая штука. Ага. Видишь, что осталось? А что? Угу. Понятненько. Ну, уже видно, что более-менее. Построено предпринимателем калач. Калач. Калач, калач. Ну, в принципе, вот как выглядит здание. А, кстати, меня Сонька на одну из семи гор водила вчера. Да? На одну из семи гор. А вот мы с тобой сходим завтра. Я хочу на Троицкую. Ну, это уже, как говорится, не наступила кроме репешку. Вау. Это. Это вам не город. Это, конечно, у нас тут корова ходит по городу. Ну, что ты хочешь? Ну, это такой дом, жилой. Вот тут тоже. Вот раньше в этом здании был детский садик номер два. Но папа у тебя сюда не ходил. А куда он ходил? Папа ходил у тебя в садик номер один. А это где? Я тебе покажу потом. Хорошо. Папа заодно вспомнит. Ты и школу. Где папа ходил, тебе покажу, чтобы ты запомнил, чтобы папа запомнился. Это та, куда Соня ходит? Нет. Нет? Другое? Папа школа. Вот мы пойдем к Науминке, а ты, они на эту школу проведут. Хорошо. Смотри, как ярко все. А? Мне вот цветопередачи здесь нравится. Смотри-ка, отделись. Да, так вот. Там красиво. Так а воздух, Настя? Воздух, дышать. Воздухом. Только холодно. Ну, холодно. Что, замерзла? Не, у меня руки замерзли. Да, я сейчас телефон уберу, вот еще немного. Мерзлечка ты наша. Вот сейчас подходим к библиотеке. Не отрицаю. Вот эта библиотека, она действительно была построена специально, публичное заведение. При еще 19 веке. Конец, начало 20. Она была как публичная библиотека, специально для людей, у которых денег нет. Ну, вообще, люди, чтобы посещались. Вот эта библиотека. Это вот здание до сих пор. Это вот это белое, да? Вот это вот здание. Вот сейчас балкон где. А-а-а. Ну, вот здесь библиотека. Угу. Это публичное здание. Ну, это библиотека большая. Какие рисунки тут? Класс. О, сейчас. Видишь? Ты чувствуешь, какое тут эхо? Ну, конечно. В библиотеках всегда эхо. Как раньше старинку-то и строили. Ой, смотри, какие зверята. Смотри, какие эти прикольные. Вот мы из него вышли. Набрали. Я целых пять книг набрала, как обычно. Меня нельзя пускать ни в магазины книжные, ни в библиотеки. Вот, усадьба купца Головяных. Одинство у него. Здесь сейчас певственный отдел. И усадьба купца. Тоже торговая лавка. Вот раньше здесь была торговая лавка. А когда бабушка училась в школе-интернат, здесь был книжный магазин. Ох, наверное, одно из лучших изобретений человечества. А это, это тоже какая-то. Там вот надо читать, что эти здания охраняются законами. Посмотри, какая рухляй. Законом охраняется. Спасибо, что говорится. Ну, конечно. Мы охраняем как? На словах. Да. Надо же денежки куда-то списывать. Так, здесь сейчас. Вот, а Головяных тоже. Последние богаты были. Усадьба 19 век. А там как будто сейчас кто-то живет все еще. Да, ну там сейчас живут, естественно. В одной половине жизни, а вторая вся непонятно что. Дороги. Сейчас на мостик упадем деревянному. Хоть что-то. Не, вот я вот туда бы хотела сходить. Вот на этот перекресток. Да, но завтра обязательно. Слык от река развивался. Так я говорю. Так я говорю. Я вчера ей предлагала, но она меня повела по другому пути. Просто примечательность города Чердень. Коровы. Нужно бы это сказать. А, сейчас, корова где-то там. Сейчас тебя найдем. Где-то здесь она. Вот. Подожди, я тебя не слышу. Я тебя сейчас загню. Что, такие прямо дощечки? А, бабуль. Бабуль. Мусорка. О, еще одна корова. Да, конечно. Господи. А мусорка, посмотри, какой высокий. Канава. Канава. Какая канава? Канава. Ну, канава. Ой, у него колокольчик у кого-то из них на шее. Да, колокольчик обязательно. Это одного хозяина, да. А у кого колокольчик? Я не знаю, у кого-то слышится колокольчик. А, вон у того желтого. Вот у того желтого. Который желтый, там у него. Ага, колокол. Звук определяю. Мило. Бедные мои кроссовочки. Смотри, по дороге идешь. Здесь-то. Ну, мы завтра с тобой тут тоже побудем, потому что мы сходим на Вятская с тобой. А по Вятской ходить посудово. Вятская, Вятская, Вятская. Это вот там. Это где еще отключение это. Что? Где еще отключение не продезинфицировано. Каких ключей? Ну, по словам, Соня. Ну, по-моему, на Вятской городище, да? Вятская городище. Да, мы там вчера были с Соней. Береж много очень. Мы знаем. Мы там вчера были. Короче, строить не умеет, да? Внутри вот эти бы истечут до этого. Ну, это наш сквер. Это... Вот там на Троицкую, я знаю, подъем. Вот там на Троицкую где-то подъем. Да, да. Это я помню. Ух, погодка. Я с тобой сейчас не помню. Я с тобой сейчас тоже не помню. Я с тобой не отведу, а по какому месту сделаем. Как? Ариечка, хочешь посмотреть? Да. Спусимся к речке. Окей. Я сегодня поведу, маленечка. Дозика-то нет. Красивый. Ну, погода все равно, скажу, не ахти. Да не, ну, не ахти, но... Лето, бабуль, лето. Это воскресенский суббор. Раньше здесь было культурное учреждение. Дели специально. Ну, что тебе сказать, не деда бога, а он губ. Видите, как мы с людьми делаем людей. Сами бабушки все выращивают. Молодцы. Вот эти отцветут, там другие пойдут шиты. Видишь, там другие идут цветочки. Кленбула пойдет. Там маленькие очки. Нахтиси. Вот там ломашки золотые. Это яблоньки у них посажены. Маленькие вот эти? Вот эти кустики, да, на зиму они. Вот, отрастутся, потом будут. А вот это белое что? Вот это здание. Это тоже церковь. Мы к суббой пройдем там, посмотрим. Это воскресенский суббор. Да. Вот тюльпаны такие красивые. Мамины любимые тюльпаны. Мне Лилия или Бахизин там нравится. А это... Куда? Куда еще? Для света. Ну, чтоб света не было. Вот сюда. Лампад. Господи. По каким катакомбам мы ходим? А? По катакомбам каким-то идем. Я хочу показать. Окей. Вот когда мы... Вот ты маленькая была, не помнишь? Когда мы маленькие были... Этих решетов здесь не было. Посмотри, не уроняй телефон, ради Бога. Держу. Не бойся. Не было вот этих решетов. Так мы вас держали в дверях. Ой, вот в стене. Наханочки свои. И делали решеточки, потому что... Тихонько держи нюху. Затяжу я. Глянь. Высота. Миленько. 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 Ох! Даже что-то я не хочу. О. Тройский холм. Вот там. Там вот. Там. Там. Кто? Кто пока там? Вот я ту пищах помню. Не пищах. Там... Высота дальше здесь. Я держу. Плохо нету в этой стучке, чтобы тебя на руке он был, ну таз. А то прякнет. Ааа, бедный муж в тот момент тогда. Да, фотографируй, фотографируй. Покажешь, где ты была маме. Маме ели в высоте, где ты была. Это, в принципе, не высоко. Это, в принципе, не высоко. Чего-то не туда. Угу, они высотки такой вышины. Ну так-то это красиво. А вот смотри, какой красивый отсюда. Вау. Мы куда идем, получается, сейчас? Сейчас мы куда идем? Сейчас мы тут посмотрим на речку. А где мы рабачили? Ну, где мы рабачили, да. А, там еще тогда домик должен с тотемами стоять. Что? Дом с тотемами полурослышный. С чем? Ну, тотемы, не знаю, там бревна какие-то были. Ну, сараи были. Ну, сейчас, мне кажется, вряд ли там что-то есть в этих сраях. Не больно, то это все возрождает, а там грязно идти. Печаль. Ну, если спустимся, вот там спустимся. Ой, дорога а-ля... У нас вся такая она. У нас такая перед тем, как кладут асфальт. Красиво. Себенка. Кто? Себенка называется. Угу. О, река смотри. Вот июнь месяц, и река вообще еще большая. Считай, июнь месяц уже конец. Сегодня у нас семнадцатая, да? Да, наверное. Семнадцать часов. Я сегодня даты не смотрела. У меня каникулы, я за датами не слежу, дни недели не знаю. Я отдыхаю. Все понятно. В каникулы мой мозг отключается. Вот. Вот, читай. Вот это. Сейчас посмотрим. Вот. Означает. Верка сидит, стоит на семи холмах. Это я знаю. По ним еще люди бегали. Этот секрет. Люди... Секрет долголетия. Кому надо... Слушай, а с той стороны ничего не написано? Ой, не знаю. Сейчас. Подожди. Ить, ить, ить. Тоже написано что-то? Что? Вообще... Столько холмов. Ой, ой, ой. Так? Нет. Воскресенский собор. А, ну вот. А, ну видишь, тропка. А-а-а. Да, кстати. В этой тропке. Но мы не пойдем там очень грязно. Чем пахнет? Мы с тобой пойдем вот там вот. Пусть все там. И вот так. И там поднимемся на троску. Угу. Вон рыбачит, рыбак. Сидит. Где? Да вон. Вон видишь? У меня из-за кустов не видно. А-а-а. В воде. Конечно. Я смотрю где-то на берегу. Ой, река смотри. Ужас. Вот раньше, когда я в Чернынь приехала, на той стороне стояли маленькие домики. Я все думала, что там люди что ли живут. А это оказывается как лето начинается. Люди перевозили скотину на ту сторону. Она там послась без пустыков. Они потом утром-вечером приезжают сюда до ели. И они так послышали там. Угу. А сейчас там... Сейчас только коров нет. Красивый вид. Сейчас иду. Оп. Вау. Печалька. Я помню, мы там были. Видишь? Все развалилось. А раньше было прикольно. Да, мы там рыбачились. Да. На рыбалку ходили. Я помню. Да. Я помню этих комаров, которые меня не любили. Как ни приеду, все обычно и скусаюсь. Да. А вот так оставили, законсервировали. Здесь были. Сейчас пойдем вот это посмотрим за ним. Какое? Вот это. Вот это белое? Вот это, да. Здесь была. В общем, у каждой церкви свое было. Где, как бы, трапезная. Ну, понятно. Кормили. Я поняла. Вот это трапезная называется. Это церкви к этой принадлежала. Угу. О, еще один сгоревший дом. Четвертый. Я их у вас считаю. Кого? Дома сгоревшие. В чердане. Какие дома? Сгоревшие, вот. Такие. Считаю, сколько еще не убрали их. Ну, это. Гореть не может это здание. Оно только портит весь вид. Давно что-то построили. Давно за. Ну. Почему? Да, потому что. Это здание. Частенько. Вот. Так. Кухня. Гармизонная. Кухня. Гармизонная. Знаешь? Ну, это вот трапезная. Вау. Конечно, красиво так-то вид именно. Вот так бы эти интервала пати вот так сфотографировать. А я сейчас это и сделаю. Куда мы идем, бабуль? На двоих. Хорошо. В Татарской Иле хотела напасть. А первый гарнизон, который встретился, вот, их всех убили. И чердани, они на льдине, их это, чердани прибило. И уже предупреждение было, что идут на них. Поэтому оборонялись и хотели предупредить. Вот эта сорока убили она. Тоже вот она первое время работала. Там бабушка сидела. Сейчас не работает? С одной стороны, вот, плохо то, что они вот все закрыты. Ну, забыла хорошо, что их ничего не снесли. Надо бы в сфотографии открывали бы их. Вот мне что-то привезли сюда, какие-то блоки. Вот. Спаска часовен. Вот смотри. Они погибли в устье реки Вишеру заставы Кондратья Слобода в 1547 году. Часовня играла важную роль в центральной. Была особо почитаема. В каждую родительскую кузову крестный уход. Вот перми. Прихожение. Вот видишь? Я нашла перми. Перми великое. В начале двадцати лет могила Бёнок была определена за обвинение в 1050. То есть, извиняюсь, поклонной Христом. Слобода. Вот. 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 Видишь, как красиво? Спасибо. А вот видишь, где Кондратьева деревня стояла? Слобода. Вон там карта. Угу. Где она? Где они? Вишера. Составы Кондратья. Вот. Вот там вишера. Потом идет Кама. Голова. Видишь, написано. Все написано. А, сейчас подойдем поближе. Я сразу так и не заметила. Оно не видно на сером фоне. Можут отреставрировать. Вот они. И это у нас. Вот это мужской монастырь. Да, был. Потом его вот там. Перенесли. Там теперь стал, да. А женский был, наоборот, там. А, то есть их поменяли. Они поменяли. И вот сейчас воскресенье его восстанавливают. Там будет женский монастырь. Вот бабушка будет старенький монастырь. Вот. Да. Монашкой заделались. Ничего себе. А это школа искусств получается? Вот эти два здания. Соня говорила, что это школа искусств. А вот сейчас считай. Вот эти все здания принадлежали церкви. Здравствуйте. Здравствуйте. Гуляйте. Там у нас бабушка разговаривает со своей знакомой пока что. А это, как я знаю, школа искусств. Пойдем? Дороги. А вот красиво вот очень. Вот смотри, между этими получается, если смотришь, не вот на палке, а вот именно на дальний пейзаж. Да, очень красиво, да. Да. Я вот его сфотографировала и сняла. Так это школа искусств получается. Вот читай. Вот читай, что это принадлежало. Заня вот там вообще. Ты сказала уже церкви. Ну вот церкви. Ну что это было именно? Там написано, что это было. Богодельня, вроде бы. Сейчас. Подойдем. Кажется, Богодельня. Ты поспать? Да. Все было. Это тоже здание церковное. А сейчас тут школа искусств. А сейчас музыкальная школа. Это все. Эти образ здания, музыкальная школа. Ну мне Соня про это говорила. Мы с тобой еще в ванну все сходим. Ну уменька? Да. Хочешь? Ну останется у нас. Хотя я его относительно недавно видела. Вот сейчас детская школа искусств стала. А у вас получается знак города как раз и олень что ли? А? У вас получается знак города олень? Не понимаю. Олень у вас знак города, но у нас медведь. У нас знак лося. А, лось. У нас лось. А у нас медведь. Богательная. Спальный корпус. Оу. Миленько! Вау. Вот сюда по моему да? А, вот. Ну сейчас идешь? Да. Вот, Троицкое городище. У вас получается не горы, а городище. Ну Троицкая гора, но городище. Это как это. Вот мы ходили с Соней на Вятское городище. вот получается вот она мне видно нравится бабуля просто посмотрю так особенно в черном белом варианте вот это бы снять а я сейчас и сделаю так я на видео снимаю высоты там как смотрится за четыре года немного изменилось вот да я вот это помню когда я приезжал в последний раз вот так по моему сделали вот эту получается 4 года назад сделали по моему как раз когда мы соньку еще ходили сюда бабочек ловить бегали так вспоминаешь мне жалко бедных бабочек мы домики строили вот он уау вот это виды сейчас посмотрим это что у нас это что вчера не находили вещи здесь такой некий музей который я уже вижу соль весь красиво как все красиво сделано красиво им надо было с самого начала его покрыть лаком не лаком а есть это пропитка она как темная такая есть светлая пропитка есть темная вот сделали бы светлая даже она бы броноса не такие дни это перевезли на а мы почему здесь идем там же след вроде богатыря тоже след богатыря воде там хотя мы раньше там ходили ну конечно веселые дороги веселые дороги ну корову тропочки 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 вот видишь вид какой красивый красивый один минус знаешь когда снимаешь без селфи палки знаешь что происходит без стабилизатора бабушка один минус когда то что я снимаю чисто в руках держать телефон то что ведет то есть отца потому что стабилизатора нет а мы же идем все так то вот красиво а че доски валяются это башни мокровые да но доски то че валяются ну делают как бы стараются реставрируют всем башен нужно стоять а тоже один из памятников о мыло там были не так-то далеко мы ушли типа ансамбля а вот и след я его помню тут 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 вон там получается мы были вот он свет а насмотровые башни не пускают да баба бабу оль насмотровые башни не пускают насмотровые башни ой выцвела как да кто слабым был сильным стал тогда да сильным был стал еще сильнее вставая на сей камень нужно рукой взяться за деревка копья ногой встать след богатая по лодке тогда часть силы будет его всегда с тобой вау вон какая красотища так то а у вас получается там только леса да на этой стороне остались на этой стороне только леса остались на той не поняла на той стороне только леса остались да микки то вот здесь было раньше старину две улицы было вещь как река река тославод она поменяла две улицы было еще вот там вот эта улица там еще дальше через дорогу нет ничего не осталось то что кузница загорелась получается камень тебя погибшим а тут был еще никольский храме память о никольском храме погибшим последними числа 16 деревянных храмов а храмы были был установлен каменный столб икона николая чудотворца но часть текста утеряна часть текста утеряна вот там хоть памятник я вижу а вот теперь иди туда прогуляться я с тобой не пойду там все прочитаю да иду я иду не очень грязно памятный знак почитателям храма успения божьей матери к купеческому роду алинах больших и малых внешне зажинах храма особую заботу обеспеческой церкви проявил купеческий род алинах поэтому назвали алинской представителем родов города четвернь четверского уезда других мест и городов ну и тут получается людям кто вот эту церковь помогли да помогли содержать скажем так много сделали для меня да да вот они для это специально вот эту церковь они содержали ну пошли пойдем но да ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok прохладно.